Артисты хора поют и играют на самых разных русских инструментах, гуслях, балалайках, гармонии, колесной лире, старинных ударных, даже на сельскохозяйственной косе. Но главный инструмент коллектива – пастуший рожок. Это исконно русский инструмент, который не имеет аналогов в мире. Игра на нем была распространена в середине 19 века во Владимирской, Ярославской и Костромской областях. Об этом рассказал участник и руководитель коллектива Олег Щукин. Звучание рожка, который еще называют пастушьей трубой, певучее и походит на человеческий голос. По высоте звука различаются три разновидности бас, полубасок и визгунок. Играть на рожке очень сложно, и чтобы научиться уверенно извлекать первые звуки, могут понадобиться годы. Так что профессиональных рожечников буквально можно пересчитать по пальцам. Да и купить рожок в обычном магазине вряд ли получится. Обычный инструмент заказывают у мастеров. В репертуаре хора рожечников более двухсот произведений от народных песен до композиций из оперы Иван Сусанин Михаила Глинки. Музыканты не играют по нотам, ведь у русских пастухов их не было, поэтому в музыке всегда много импровизации. В создании сценического облика хор также следует старинным традициям, поэтому костюмы только народные. Соответствующие головные уборы, пастушьи и кафтаны, армяки, из обуви, сапоги или лапти. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».